Всем привет, это Декарт и у меня, короче, случилось страшное горе, просто полнейший... Горем назвать сложно, но это полнейший идиотизм. Я записывал следующую серию, да, после... Ну, если кто видел вообще предыдущий бред, когда я не мог уничтожить эту летающую фигню, да. Я, значит, сел и начал её уничтожать, уничтожил и поехал дальше. И всё было отлично. Я записывал серию, записывал довольно длинную, минут сорок. А потом, когда я её записал, оказалось, что у меня звук ни черта не записывался, да, то есть просто молчаливая езда, да, Гордон Фримен, да. Гордон Фримен сидит, молчит, и это как бы всё. И теперь я не знаю, что у меня оставалось делать, я загрузил сначала главы, потому что ранних сохранений у меня не было, да. Началась следующая глава, слава богу, она началась почти сразу после того, как я разбомбил ту летающую фиговину, да. Да, чуть-чуть мы проехали, она началась, так что практически никто ничего не пропустил, если кто-то это вообще смотрит. Другое дело, что я, я пропустил возможность записать что-то ещё вот за то время, что я буду сейчас на её наверстывать упущенное, да. Потому что я зря потратил кучу времени. О, ну замечательно, да, мне снова придётся иметь дело с вот этими вот товарищами потрясающими со всеми, да. Очень-очень хочется, прям руки чешутся. Ну, раз уж я такой злой, раз уж мне так не повезло, я сейчас отыграюсь на какую-то, да. Кто бы это мог быть? Это будете вы, ребята, как же я всё ненавижу-то вот в данный момент, серьёзно. Я вообще, когда записывал этот канал, когда, то есть, открывал его, когда только начинал работать, я рассчитывал, что здесь будет такой позитивчик, да. Но чё-то, вот, вот сейчас, наверное, с позитивчиком будет вообще грустно, потому что, блин, я злой как чёрт. Я потратил 40 минут времени, а мне время дорого, потому что я, к сожалению, человек вынужденный проводить по 9 часов на работе в день, блин. У меня времени мало, свободно. И теперь мне придётся... Метки-палки, вы мне мешаете разговаривать, ребята, что такие злые. Теперь мне придётся, короче, всё по-новой делать, блин. Сдохнет ужин, конец. Ого, как хуйну, раскоряченый, чё-то, чё-то этот хит-краб прям... Слышь, что там нет, нет, самое... Чё сильно, борзый, что ли? Раскидался он тут. Кто ещё? Кто на меня? Всех порву. Тихо, тихо, тихо. Тихо, друг. Э, а чё это сейчас было? А, я за это нажал случайно. Такой прицел, да, ломом вообще чёткий. Ага, ладно. Ой, разгребаем, да, всё это я делал буквально, не знаю, там, минут 30 назад. Повторю ещё раз, да, разгребаем. Потому что не хочется останавливать на полпути, хочется всё-таки Half-Life добить, хочется записать полноценный нормальный эпизод. Ну, хотя бы, я думаю... Очевидно, что он сейчас не будет очень большим, потому что... Я хотел ещё потом записать эпизод по амнезии, а я не успею, если сделаю слишком большим этот эпизод, поэтому всё по очереди всё в своё время. Значит, этот будет минут, там, 20-30, наверное, небольшой. Как минимум, я хочу добраться туда, куда я закончил в прошлый раз, вот, на тот момент, как узнал, что всё плохо, всё печально, да, и звука нет. Я закончил на маяке. Люди, которые много раз проходили эту игру, они знают, о чём я говорю, а это, наверное, блин, все, кто это увидит, да, все те, все те 15 человек, кто это увидит, они наверняка не раз проходили эту игру. Так, здесь я уже всё помню, да, я не буду особо тут рассматривать детально, да, я примерно помню, что, да, вот здесь вот здоровье лежит, сюда мне наверх. Там ещё, по-моему, здоровье лежит что-то. А, не-не-не, туда мне уже не надо, смотрите. Да, там лежит здоровье, теперь я человек учёный, но у меня его уже 100%, помимо здоровья, там ещё лежат такие, ой, чуть не сел, извини, сейчас бы в Grand Theft Auto поиграли. Там ещё сидят вот эти вот шарики, да, которых пёс использовал как баскетбольные мячи, пёс это, напоминает, железная вот эта штука здоровая, которой там игралась, это Алекс, чёртова, которую я терпеть сейчас не могу, за то, что она втянула меня во всё это дерьмо. Ну, значит, Алекс с ним игралась, он игрался с ними, а они вот, эти сволочи, они играются со мной, да, постоянно действуют мне на нервы, присасываются к моей машине и заставляют её как-то так трястись непонятно. То есть, это сбивает мне прицел, я не уверен, что это уменьшает мне здоровье, по-моему, нет, но чё-то вот, чё-то они делают, они мне просто не дают нормально ездить, да, это уже ощутимый, ощутимый дэмэдж, потому что нормально ездить в таких вот условиях. Спасибо, друг, ты взорвал эту пиявку, я тебе даже благодарен немножко. Ага, да-да-да. О, слышь, ты чё такой крутой-то? Сколько в тебя патронов надо всадить? Чё, 4 бронежилета на себя напялил? Тебе холодно? Блин, кровопотери, это плохо. О, Гордон, нифига себе у тебя кровопотери, слышь ты. Ты донором не хочешь заделаться? Ты, по-моему, легко это переносишь вообще. Смотрите, у него кровопотери, он бегает как вообще чёрт просто, лихой. Я вот, да, в прошлой серии я об этом говорил, я тогда сказал, этого, разумеется, никто не услышит, потому что там звука нет, да. Это сказал, что вроде, Гордон, как ты всё это выдерживаешь, весь этот вид крови. Я, значит, как-то пытался кровь сдать и вообще упал в обморок, причём умудрился упасть даже не после того, как у меня там кровь с пальца возьмут, а на грёбанной регистратуре, да. Я так волновался, что я прям в регистратуре грохнулся в обморок. Ну, тут ещё можно, конечно, в качестве отмазки добавить, что и воздух был спёртый, да, и ещё передо мной стоял довольно вонючий чувак. Ну, это правда, это не так и есть. Когда стоишь в душном помещении и от кого-то так прёт, а потом ещё те выводят в очередь у чудорищей бледных, полумёртвых, которые тоже там от вида крови начали плесневеть. Это да, это всё воздействует. И вот Гордон, он меня прям поражает своей молчаливой невозмутимостью. Он же вроде бы обычный учёный, у него же там, он же не десантник какой-нибудь, а он так вообще лихо со всеми справляется. Так он прямо на раз-два-три всех выносит, всё это видит, ему всё это пофиг. Я прям завидую, чёрная зависть. Так, здесь кто-нибудь есть? Я никогда не поверю, что здесь никого нет. О, привет, ребята. А, ну я помню, их они сбросят сейчас мне, этих тварей. Так, тут сразу загадка, над которой я тогда долго думал, теперь этого, естественно, не повторится, потому что я знаю, что делать. Вот эту ванну я никак не мог её найти. Значит, мы вставляем раз, два и... О, как ты его в воздухе-то поймал, молодец какой. Значит, что я там говорил, раз, два и три, да? То есть три аккумулятора нам нужно было добавить туда, чтобы вот эта вот чертовщина... А, ёлки-палки, я загадку-то решил, а вот этих всех поубивать забыл, точно. Тут же ещё появляется народ. Вон они как сполошились, когда их... Прикрытие-то долбанное вот это вот заграждение-то опустил, как они сполошились сразу, да, ребят? Чё, ссык от настало? На. Получай. Всё, всех угомонил. По-моему, их было пять штук. Ладно, всех угомонил, и вроде даже более-менее живь здоров, да? Отвали. Теперь можно, собственно, и ехать, да, не откладывать долгий ящик. Ох, надеюсь, что сейчас-то всё записывается без проблем. Я, вроде, всё там исправил, что нужно было. Едем, едем. Так, вот здесь я, наверное, зря так ускоряюсь, потому что сейчас будут резкие повороты, Гордона там опять замельчишит, а нам это всё... Что? Не нужно, правильно, нам нужно гладко проехать. Да, жалко, конечно, что подзапоролся тот момент, когда я убил эту летающую ерунду, да. Вот ту самую, которая в прошлой серии доставила мне столько хлопот. Жалко, что это всё подзапоролось. Там красивая была сцена. Ну да ладно, ничего страшного. Будет впереди ещё много красивых сцен. О, вот да, вот на этом месте я закончил в прошлый раз серию, кстати говоря. Но не знаю, сейчас она получится слишком короткой, наверное, если я так поступлю. Да-да, я помню тебя, друг. Я помню, мы с тобой уже разговаривали. Да-да, мы знаем, они ищут машину, им нечего делать, у них ужасный вообще вкус касательно автомобилей. Я сам в машинах не разбираюсь, но мне кажется, что вот такую машину я бы искать не стал. Я бы стал искать что-нибудь покруче. Так, что ты мне говоришь там? Чёрт, транспортники на подлёте. А, ну да. А, да нет, вы знаете, я думаю, если, блин, я тут вот пока разберусь, это время не пройдёт достаточно нехило. То есть серия может получиться нормальной. Потому что не только летающую штуку нам надо завалить. Нам ещё надо, да, вот этих всех красавцев. Они сейчас повылупляются оттуда, как яйца из матки. А мы, значит, будем только знай-успевай их отстреливать. А насчёт успевай, это, кстати, не факт. Потому что Гордон, ну, точнее, ладно, я признаюсь, это не Гордон, это я. Великий тормозистер, да, то есть сложности существуют с координацией, с меткостью, со всем, со всем с чем можно. Так, вот мы его, по-моему, ранили. Это вообще ничего, да? А, нет. О, ну замечательно, просто. Один процент, один патрон, да? Да, приходится экономить. А, ну, в голову попаду, нет? Ну, разброс, вы видите, какой разброс, то есть не... Да я вижу, да, я его заметил. Летит он вдоль дороги, мать его. Он летит вдоль дороги, он уже летал, точнее, хотя в Гордон. Я это всё уже видел. На человека похож, прям такой крутой трансформер. Ой-ой-ой. Так, ты куда стреляешь? Это чё? Ага. Это у нас такая штука, да? Так, ну что ж. Приступим. Да, давайте соберёмся, сделаем это во второй раз. Точнее, я сделаю это во второй раз. Фух, так, один готов. Честно говоря, не буду врать, немножко утомляет. Потому что я всё это уже делал, как бы. Мне это и тогда не то, чтобы какое-то особое удовольствие доставило. Я вообще не люблю миссии, где нужно что-то защищать. Какой-то опорный пункт, например. Мне стоять, там, втыкать и ждать, пока на тебя всякая нечисть ползёт. А ты, знаешь, отстреливайся, да? Следи за уровнем здоровья. По крайней мере, тут не надо сохранять жизнь вот этим ублюдкам. Это радует. То есть терпеть не могу игры, в которых всё запарывается из-за того, что у твоих товарищей по команде не хватает мозгов на то, чтобы просто не лезть на рожон, я не знаю, сидеть в укрытии. Я это ненавижу. Где ты? Где ты, мой летающий дружок? Ох, блин. Зря спросил. Вообще, лучше было не заикаться. Летающий дружок озверел в конец. Так делай это. Я просто, блин, поинтересовался. Мне стало интересно, как ты там поживаешь. А ты такой дерзкий. Так, нужно что-то дальнее. Вот так. Да-да-да. Вот он помахал вам, уважаемые зрители Ютуба, да? Мне циничный такой товарищ. Смотрите, как я сейчас его грохну. Да, вижу, вижу. Я вон к машинке своей, я с ней сроднился. Да-да-да, вы там расстреливаете, а я... О, а я, наверное, вот здесь вот засяду. Нет, не засяду. Три, блин. Три стрелы осталось. Ух, блин, две стрелы и нажал случайный, черт побери. Ладно, ладно, окей. Срещаемся. Ух, так. Слышь, а чё вы тут всё кучкуетесь? Идите вон куда-нибудь. Э-э-э, слышь, нет, я случайно нажал. Идите вон туда куда-нибудь, я не знаю. Я специально тут спрятался, хотел, чтобы вы всё решили, да? Нет, это люди совсем не самостоятельные. Вот не знаю, что делать. Собственно, проблемы, проблемы с дальним оружием, беда. Вот это вот есть, но оно на дальность не очень хорошо действует. Оно лучше вблизи как-то. Такой разброс сильный получается. Прям мама не горюй. А точнее, горюй, мама, горюй. Потому что Гордон, сын твой родной, вообще попал просто. Знал бы он с детства, к чему его жизнь готовят, когда на физмате учился. Он же, наверное, учился на физмате, да? Ну-ка, чё, потратить последний патрон. Да нет, вдруг пригодится. Лучше здесь наверняка действовать арбалетом тогда уже. Пам. Пам. Ну всё, чувак. Конец вам всем. Так, а теперь, значит, это последняя волна, и теперь мы бежим на маяк. О, я, кстати, не знаю, может, можно было сразу бежать на маяк, брать эти долбаные ракеты, да? Ну, опять же, все всё прекрасно понимают, все знают, что там ракеты. Не буду уточнить. Вот эта сволочь летит, долбаная, как же я терпеть не могу, да? Опять, опять она, опять она, только там, другой водитель, наверное. Ну, и машина-то, в принципе, тоже другая, но тем не менее. Концепция одна и та же. Ой, спасибо, что сказала. Нет, чтобы сама пойти взять хотя бы одну, блин, ракету, я не знаю. Ставила бы её себе в причинное место и взлетела бы куда-нибудь подальше от меня. Я знаю, что там есть ракеты. Мне просто надоело, что никто, кроме меня, ни черта не хочет делать. Бежим опять наверх. Они на самом-самом верху, да, да, да. Снова, снова мы это делаем. Снова я это делаю, да? Сейчас. Раз, раз, раз. Вот это всё собираем, потому что пригодится, потому что сейчас будет опасно. Но ничего, ничего, справимся. Есть. Нет, нет, нет. Я уже думал, что получилось. Так, я пытаюсь как-то... Есть. Отлично. Отлично. Ну, я, по крайней мере, научился нормально это делать, да? Вообще. Это вообще так легко оказалось. Просто дело в том, что когда я в прошлый раз играл, я не обнаружил, что можно... Правой... Ну, то есть, как я раньше знал это, я сейчас забыл об этом. Можно правой клавишей мыши его ускорять и вот этим лучом наводить. То есть, ракетка летит на луч, да? Ага, то есть, можно её, в принципе, в любом направлении выстрелить. Да, вот, пожалуйста. Вот она полетела на луч, да? И всё так легко стало. А я так мучился тогда на этом долбаном мосту. Как я мучился. Потому что я не знал про эту фишку с правой клавишей мыши. А не знал я про неё, блин. Потому что никто про неё тут не написал, если я не ошибаюсь. Вот реально. Разве кто-то написал про это? И, значит, очень было мне тяжело. Теперь будет легко. Я, кстати, не знаю. Я, наверное, нескладно как-то выражаюсь, потому что мне... Красота. Красота вообще. Да. Нескладно выражаюсь, потому что мне тяжело думать и говорить одновременно. Да, я понял. Не засёк штурмовик. Дружище, подлечи. А, ну хотя ладно. Чёрт с тобой. Оставайся бесполезным. Я уже всё взял, что хотел. Ну смотрите, очень быстро мы это сделали, поэтому здесь я серию заканчивать ещё не буду. Да, блин, ты можешь отвалить. Вот же жирные медики какие. Слушай, прям сидячая работа. Я, конечно, всё понимаю, но ты периодически бегал там. А чё ты спустился вниз? А, там, наверное, надо нажать ещё на эту ерундовину. Там внизу был какой-то пульт, кстати. Ты прям вообще такой громогласный. А, так тут не зря я спустился. Тут вообще по тайной ход сейчас будет. Отлично. Спасибо, чувак. Спасибо тебе. Если бы не ты, я бы сейчас там бегал бы по вашему внутреннему двору, приставал к людям и думал, что мне делать, что мне делать. Кстати, пальба продолжается. Ну правильно, у вас проблемы не закончились. И слава тебе, Господи. Главное, что у меня их нет. Гордон высоты не боится. Огня не боится. Боли не боится. Крови не боится. Вообще ни черта не боится. Не знаю. Самое страшное, что он физических формул не боится. Я вот физику как бы знал, но очень посредственно, да. Я думаю, что Гордон знает ее лучше меня, да. Люди, которые не боятся физических формул, они вообще меня просто поражают, да. Да, 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 да. Если каждый раз говорить «да» после своих фраз, то фразы становятся эпичнее, да. Да, да. Посмотрим, что дальше. Дело в том, что, начиная с этого момента, я вообще ни черта не помню. А, муравьиные львы. Мужик сейчас будет стоять, наверное, да? Во-во-во. Привет. На помощь. Вот это ты актер вообще просто. На помощь. Я не знаю, даже мне тебе помогать даже не хочется. Не заслуживаешь просто. Как ты его назвал? Так, нихрена не слышу, что он там бормочет. Чувак, тебе эти муравьиные львы зубы, что ли, повыбивали? Чё ты так разговариваешь? Не хотел я вообще-то тебе помогать. Я не хотел помогать, я хотел просто... Ну, помочь хотел, да, такому пирату, негру-пирату. Ты слышишь, ты его не видел? Кстати, тут тюрьма где-то должна быть, друг. Держитесь подальше от песка. Муравьиные львы сейчас на взводе. Вообще, надо признать, что он очень спокойно воспринял смерть своего кореша, да? Такой прям тоже хладнокровный. Тут у всех судьба-то закалила вообще печально. О, чёрт побери. Начинается. Ну, пошло-поехало. Так, я не знаю. Наверное, надо вот здесь встать, да? Отстрелять. А потом уже думать. Потом уже думать, да. Блин, ну пошли так, чёрт. Тут надо, я аж на фальсет какой-то перешёл, безумный. Здесь надо аккуратненько, аккуратненько. Так, ага, ну да, не зря же нам раскиданы вот эти вот штуки. Давай по ним будем прыгать. Не получилось, нет? По-моему, да. Потому что, по-моему, я соскользнул. Вот, мне так показалось. Здесь, здесь тоже. Ах! Ты посмотри, какие чувствительные сволочи, а! Мне кажется, тут таракан какой-то пробежит по песку, вы уже всполохнётесь. Эх! Давай, Гордон, вспоминай уроки акробатики, которых у тебя в жизни никогда не было. Так, бегаем, 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 бегаем. Вот, Гордон, ты так себе представлял свою научную карьеру, когда учился на физматике каком-нибудь? Серьёзно. Я вот, не знаю, я бы на твоём месте сейчас очень сильно задумался над тем, куда, собственно, тебя толкает матушка-судьба. Потому что то, чем ты занимаешься, это... Ну, оно, как бы, конечно, увлекательно, но это не совсем твой профиль, наверное. Если ты там параллельно, конечно, на десантника не учился, может, ты два курса заканчивал, я не знаю. Так, а, ну да. А, ну да. Я сейчас ещё свалюсь, ещё разбужу, там, несколько тварюк редкостных. А мне это не надо? Мне это совсем не надо. Так, давайте иду... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. А, ну, всё, я понял. Сейчас. Нет! Нет! Нет, только нет. Твою мать. О, вот так. Всё, только один. Но это радует. Тьфу. Я чуть сейчас не заматерился, не богу. Прямо, прямо аж вот, вот хотелось. Так. Вот так ставим. Вот так ставим. Слышь, тихо. Ну, это вот должно, мне кажется, хватить, это уже... Слушай. Гордон, ты же знаешь физику хорошо, да? Мы уже об этом говорили. Вот, ты скажи, этого хватит для противовеса? Должно, по-любому. Рассчитай там своим умным мозгом формулы, пожалуйста. Фух. Есть. Больше никого не разбудили. Что-то такое сохранение долго. А, всё правильно. Смотрим, смотрим. Вот, кстати, у нас же есть чудесная штука, да? Только не говори мне, что она не притягивает. Так, так, так. Ага, ага. Ага, есть. Теперь. Гордон, ты меня расстраиваешь очень сильно. А может мне придётся туда идти так или иначе? Я вот не знаю. Стоит ли оно того? Блин, тут просто вариант такой, что, судя по всему, это заставит меня потратить очень много свободного времени. То есть, у меня будет вот так, вот так, вот так, пешка дральчиком, пешка дральчиком, потом... А, потом на эти камни, да? Потом на эти камни, а потом наверх. Да, да не, по сути, это ни черта не стоит. Сейчас, быстренько. Сейчас быстренько вообще всё намутим. Ну да, так, мы кого-то, по-моему, пробудили, нет? Нет, никого. Всё, давай, Гордон, только не говори мне, что ты не сможешь притянуть. Во-первых, здоровица. Во-вторых, вон там бронька. Ещё... Э! Слышь, Гордон, бронь, броньку достань. Ха-ха. Вот так, только не, 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 не скатись, пожалуйста. Там голодные тварюки сидят. Давай, иди, иди сюда. Не-не-не, я ж, я ж не могу, я ж не могу просто взять и всё это прогнорировать. Ладно, ладно, ладно. Ох. Оп. Утого уже максимум, да? Ой, ну и чёрт с ним. Да-да-да, просыпайтесь, просыпайтесь, друзья мои. Всё. Ну, согласитесь, те патроны, что я достал, они перевесили вот этот вот урон несчастный. Та-ра-та-та-ра-та-та-та. Прям круто всё пока. Вот в данный момент меня прям всё устраивает вообще. О-о-о-о. Ну всё, всего нам дали, всего нам дали. Это, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, это, наверное, означает, что впереди несчастье. Впереди какая-то беда нас ждёт. Вот по-любому какая-то засада, какая-то ерунда. А, кстати, что делать? Я, ну хорошо, я здесь, да. Допустим, вот это. Ой-ой-ой. Что-то никто не проснулся, аж удивительно прям. Ай-яй-яй-яй-яй. Сколько я тут разбудил? Твою мать. Четыре штуки. Так, понятно. Я думаю, это слишком. Мы же можем притягивать эту ерунду. Ой-ой-ой-яй-яй-яй. Вот это да. Вот это я и лох. Туда мне, наверное, да. Не, ну правильно, здесь-то что мне делать? Мне куда-то туда нужно. Давайте вот так потихоньку. Вот это. О, нет. Это будет слишком долго, если по одному. По одному дюйму придвигать. Давайте, знаете, что я сделаю? Давайте сейчас. А-а-а-а. Ва-банк просто пойдем. Я не знаю. Потому что... А, это все, что ли? Отвали, друг. Отвали, друг. Отвали, друг. И ты отвали, друг. Все отвалите. А что их так много? Я аж по песку не хожу. А, понятно. Ой, мамочки мои. Давайте просто сейчас поймем. Да, нас, конечно же, все грохнут, скорее всего. Но мы просто поймем, куда нам, собственно, идти. Потому что я не понимаю. Я реально не понимаю. Что за чертовщина вообще происходит? Так, друзья мои. Отстаньте. Где-то мы... Где-то кто-то тюрьму видит, нет? О, что-то еще я пробудил. Что-то все просыпается, просыпается. О! Ну, окей. Идите сюда. Сейчас я вас заманю, друзья мои. Угу. Вот так вот. Как тебе? Как тебе, маленькая сучка? Угу. Угу, угу. Сейчас я это проверю мигом. Хотелось бы знать, да? Не хотелось бы в следующей серии стоять и тупить. Все, всего насобирал, да? Ага. Да, вот, судя по всему, как-то, как-то вот туда мне и направляться. Ну, потому что там что делать? Там домик какой-то идиотский и все. А, ну, кстати. Ну, палки. Тут явно заботится о нас. Я не знаю, столько всего оставить. Это надо уметь. Окей. Да. Значит, на этом и закончу, да? Не знаю, насколько там большая, маленькая серия получилась. Фиг с ним. Это было прохождение Half-Life 2. Значит, скоро следующие серии. Оставляйте комментарии. Оформляйте подписочку, если понравилось, да? Лайкайте тоже, если понравилось, естественно. А если понравилось, дизлайкайте, короче. Пишите вообще, какое я нубло. Это ничего страшного, значит. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока.